здравствуйте дамы и господа задали такой вопрос уже год меня тянет к другому мужчине и я думаю о нем 24 на 7 при этом я замужем много лет муж у меня хороший поддерживающий понимающий даже есть чувство что муж мое близнецовое пламя может ли быть такое что именно муж мое близнецовое пламя а не тот человек которому меня тянет и почему так происходит и так я выбрал этот вопрос потому что мне его последнее время стали часто задавать в разных вариациях как вы знаете на моем канале я делюсь опытом знаниями из практики из жизни в моей практике есть различные ситуации встреч близнецовых пламен в том числе есть несколько ситуаций когда действительно муж и жена являются близнецовыми пламенами но они когда-то в молодости встретились но они этого не знаю не осознают просто что они близнецовые пламена находится в отношениях много лет и у них накапливаются какие-то проблемы во взаимоотношениях и соответственно кого-то из пара чаще всего женщину может начинать тянуть к какому-то другому мужчине и даже может быть ощущение что вот там где-то близнецовое пламя хотя близнецовое пламя всегда или давно уже было рядом специально для тех кто находится в заблуждении относительно отношений близнецовых пламен я рекомендую посмотреть не пару моих последних видео а я записал специально плейлист про близнецовые пламена где уже более 70 видео я рекомендую посмотреть этот плейлист потому что я заметил что некоторые люди находятся в заблуждении относительно взаимоотношений близнецовых пламен потому что да какие-то учителя учат по одному другие по другому мой учитель это информационное поле и практика я стараюсь вам дать максимально трезвую чистую информацию потому что есть такие заблуждения что близнецовые пламена это не для отношений или что это удел каких-то избранных или что нужно быть очень высокого уровня развития в общем куча всего например что высшие силы там держит близнецовых пламен на расстоянии не дают им встретиться соединиться и так далее пока они там не доросли до какого-то уровня и так далее в общем куча всего лишь бы не брать на себя ответственности ничего не решать лишь бы снять с себя ответственность люди отдают ее высшим силам отдают каким-то странным учением и так далее поэтому если вы не до конца понимаете что такое близнецовые пламена рекомендую посмотреть плейлист про близнецовые пламена ссылка будет в описании под этим видео в реальности близнецовое пламя это наша самая близкая родственная душа у большинства душ воплощающихся на земле есть близнецовое пламя и она воплощена и близнецовые пламена они и воплощаются вместе чаще всего для того чтобы создавать на земле разного рода взаимоотношения вместе развиваться и да иногда бывает так что близнецовые пламена встретились когда-то в молодости недостаточно были осознаны создали взаимоотношения но не знают что они близнецовые пламена соответственно и когда у них назревает ситуация что ношение начинают накапливаются там проблемы отношения начинают разрушаться и начинает кому-то там тянуть какие-то треугольники создаются то это тоже испытание вспомнить что вы близнецовые пламена зачем вы воплотились и сохранить эти взаимоотношения теперь отвечаю на вторую часть вопроса почему так происходит есть такой закон во взаимоотношения что тянет к тому кто либо недоступен либо может ускользнуть то есть кто-то желанный кто недоступен либо кто-то желанный кто может ускользнуть к нему тянет а к тому кто рядом уже наш как бы и смотрит на нас преданными глазами и мы уже долго во взаимоотношениях даже если это близнецовое пламя с особенность люди этого еще не знают интерес со временем пропадает и тяга со временем пропадает но это закон работает до тех пор пока ура люди не достигнут определенного уровня духовного и личностного развития то есть если люди уже достигли уровня высокого понимают что рядом с ними близнецовое пламя или вообще кто такие близнецовые пламена или даже если они этого не понимают но не осознанно строит взаимоотношения вступили во взаимоотношения осознанно не потому что там надо не потому что возраст поджимает не потому что мама поджимала не потому что подружки там поджимали окружение чтобы все уже детей рожать не поэтому осознанно когда люди вступают взаимоотношения знает что они хотят дать во взаим взаимоотношения для чего они их создают знают как строить гармонические отношения тогда все нормально будет тогда будет все нормально и с притяжением и с взаимоотношениями но большинство людей делают по-другому и если люди недостаточно осознаны будет работать вот это что запретный плод он всегда сладок будет работать это соответственно кто где-то там и недоступен или что-то там запретное секретное какие-то там тайные переписки там разговорчики и так далее там будет энергия крутится туда будет тянуть понимаете поэтому если вы в отношениях с хорошим человеком но у вас накопились проблемы вы замалчивали терпели не решали вообще может быть не осознавали свои желания проблемы из какие-то с границами и так далее очень часто кстати у людей которые попадают в такие ситуации любовных треугольников неважно с близнецовым пламенем любовный треугольник или с каким-то другим человеком любовный кармическим и так далее любовный треугольник это значит что есть проблемы с границами во взаимоотношениях соответственно люди не смогли выстроить взаимоотношения здесь в паре гармонично и они пытаются когда компенсировать сделать на расстоянии то есть в паре накопилась неудовлетворенность отношениями даже люди еще хуже если люди говорят у нас прекрасные взаимоотношения мне все хорошо но только меня постоянно кому-то тянет или я уже кому-то изменяю но с кем-то в смысле изменяю а тут типа отношения хорошо это значит что человек настолько себе врет что но это сложнее просто будет все распутывать нужно сначала себе признаться если вас взаимоотношения вам кажется что они хорошие вас кому-то другому тянет или у вас там уже и отношения есть то у вас ничего не хорошее отношение то есть это надо признать сначала что там какая-то большая проблема, но вы от нее прячетесь. И выхода здесь не будет, пока не будет сначала признания того, что что-то не так в отношениях. Потому что именно тогда, когда в этих отношениях что есть что-то не так, накапливается неудовлетворенность женщина. А женщина хочет любви, настоящей глубокой чувств и так далее. И здесь этого нету, потому что накопились проблемы. То вот эта энергия, она как бы в осознанное, неосознанное намерение реализуется и притягивает в жизнь какого-то другого мужчину, кармического, близнецового или часто просто мужчину, которому начинает тянуть. Причем может быть иллюзия, что там будет лучше. Но смотрите, в таком формате треугольника эта иллюзия может долго сохраняться. Иногда даже люди живут годами в треугольниках. Ну как-то в подвешенном таком состоянии, но им это лучше, чем было все равно. Тяжело, но лучше. Но если взять и заменить, поменять местами, то есть мужа как бы убрать и вот этого человека, с которым в треугольник поставить на место мужа, то в большинстве случаев будет со временем станет еще хуже. Потому что если человек с этими отношениями не разобрался, то с новыми проблемы усилятся. Бывают исключения. Конечно, все индивидуально. Вообще, вот очень важный момент. Если у вас там треугольники, квадраты, хоть шестиугольники, но вам все в кайф, все хорошо, все нравится, вы счастливы, довольны, удовлетворены и наслаждаетесь жизнью, ну, значит, у вас все в порядке, значит, вы делаете все правильно. Значит, на вашем уровне развития, в соответствии с вашими задачами, уроками воплощения, вы делаете все правильно, потому что критерии это ваше счастье, удовольствие от жизни, удовлетворение, состояние любви и так далее. Если это есть, значит, вы делаете все правильно. Как всегда, кто хочет разобраться в себе, в ситуации, во взаимоотношениях, понять, кого вы встретили, разобраться в любовном треугольнике, понять, с кем, какой есть потенциал для взаимоотношений, совместимости и так далее, приглашаю на онлайн-консультации. Узнать подробности и записаться можно вот здесь вот вверху по ссылке. Желаю вам всем счастья, любви, удовлетворения от жизни, просто жить и наслаждаться этой жизнью, с собой и вашими взаимоотношениями. До встречи!